дорогие друзья мы продолжаем с вами тему о духовной войне это третья часть этой темы суть мы хотим ответить на тот вопрос насколько это реально или возможно чтобы верующий человек христианин возрожденный человек получивший духа святого может быть одержимым так как есть разные мнения по этому поводу и разные утверждения первой части мы говорили о том как важно истолковывать писание в контексте и буквально насколько опасно подвергаться недобросовестным толкованием писания не понимаю что любой проповедник может в чем-то ошибаться какой-то стих может быть не до конца понимать правильно но выстраивать целую цепочку заявление ли целое учение на том о чем библия практически ничего не говорит это опасно это ведет в заблуждение апостол павел называет такие учения ветром доктрины или ветром учения и они будут проходить они проходят по всем церквям разные люди приходят с разными мнениями той или иной доктрине писания трагично когда эти ветры дуют у нас в церкви и некоторые люди проветриваются этим учением нам нужно быть осторожными мы сказали когда мы принимаем что-то на веру нам нужно садиться брать писание изучать его насколько это так или нет очень важный момент мы также говорили о том что нельзя нашим опытом трактовать библию это в истории христианство и может быть мы более подробно будем говорить и позже об этом всегда приводила к катастрофе всегда когда мы пытаемся нашим опытом как-то истолковать писание обратно должно происходить мы должны позволить писанию определить что произошло с нами когда мы будем с вами говорить о крещении духом святым это очень важная тема и там очень много толков об этом мы увидим как многие люди переживший определенный опыт создали доктрину ничего общего не имеющие вообще списание ничего общего не имеющие списание и столько лжи было в этой доктрине почему потому что они что-то пережили даже от духа святого никто не сомневается в этом но они сказали вот это то что я пережил это то о чем написано там или там в писании вместо того чтобы позволить писанию истолковать свой личный опыт мы говорили о тех примерах которые библия нам дает когда речь идет о бесноватых вот кто они были и насколько мы можем утверждать что возрожденный человек может быть бесноватым или нет и по крайней мере мы пришли к выводу что в писании нет ни одного места ни одного где хотя бы какой-то намек был на то что возрожденный имеющий духа святого в то же самое время может быть и бесноватым человеком есть влияние демонов есть нападки демонов но дух святой не может пребывать с бесом в одном теле и вот с этой мысли мы и начнем с вами третью часть присутствие святого духа делают верующего храмом живого бога поэтому павел допустим во второй коринфянам в 6 главе призывает коринфских христиан не участвовать или не связываться с неверными на том основании что они являются храмом бога и гармонии между светом и тьмой быть не может между христом и велиаром нет ничего общего а также между храмом бога и идолами тоже нет ничего общего также рассматривали то место что когда дух нечистый выходит из человека писание говорит что он ходит по безводным местам и возвращаясь если находит тело человека незанятым он берет семь злейших духов и вселяется в тело христа в тело человека но здесь мы видим что наши тела становятся храмом духа святого оно занято духом святым то есть ни один демон никогда не может прийти и снова поселиться в тело возрожденного христианина мы имеем также другие места и священного писания мы многие будем цитировать иисус говорит что я в отце моем и вы во мне и я в вас то есть вашем теле здесь же иисус говорит что князь мира сего то есть сатана приходит и во мне не имеет ничего ему абсолютно не к чему придраться иисус чист свят он не может найти ни одной зацепки айхрус аисус говорит что вы во мне а я в вас другими словами даже если человек христианин возрожденный но где-то живет по плоти сатана не имеет никакого доступа им именно внедриться в тело христианина да он может влиять он может искушать потому что и христа искушал мы с этим согласны но внедрение в тело христианина речи быть не может в учении об освобождении верующих потому что многие занимаются этой практикой люди утверждают или их богослову утверждают что демоны вторгаются не в дух человека где как будто бы живет дух святой а просто в тело человека но опять же дорогие мои читая место из первой коринфянам 6 главы 19 и 20 стихи и там написано посредством непосредственно от теле человека что оно теперь является храмом духа святого смотрите что сказано не знаете ли что тела ваши суть храм живущего вас святого духа которого имеете вы от бога он в вас не рядом с вами не около вас не просто воздействует на вас он в теле вашем живет то есть он занял дом тела вашего и вы не свои тоже очень важная мысль ибо вы куплены или искуплены дорогою ценою посему прославляйте бога в телах ваших которые суть божьи о чем идет речь речь идет о том что мы когда-то были свободны управлять своим телом мы были сами себе предоставлены но теперь нам написано что вы куплены плены если я покупаю что-то то оно принадлежит мне я заплатил за это цену определенную и нам апостол павел говорит за вас заплачена цена вы куплены дорогою ценою в другом месте написано что цена которая заплачена за нас это кровь чистого и непорочного агнца вот она цена вы куплены дорогие мои если я как возрожденный верующий куплен богом кровью христа кому я теперь принадлежу я принадлежу богу другими словами я собственность творца и неужели мы себе даже на минутку можем представить что бог свою собственность которую он купил предоставит кому-то ее пользоваться это выходит явно за рамки библейских текстов и так за нас оплачено мы собственность бога и тела ваша собственность бога поэтому прославляйте бога в телах ваших посему в другом месте 2 коринфянам 6 16 апостол павел пишет какая совместимость храма божия а вы этот храм с идолами ибо вы храм бога живого как сказал бог вселюсь в них и буду ходить в них и буду их богом и они будут моим народом интересно что слово совместимость храма божия с идолами это сложное греческое слово постараюсь его правильно произнести сикатетесис это совместное соглашение или совместное устройство как это возможно говорит апостол павел чтобы храм божий и идолы что-то совместно устраивали это несовместимо одно с другим но в писании если речь идет об идолах мы видим что они тождественны с бесами или по крайней мере они представляют бесов поэтому 1 коринфянам 10 главе написано язычники принося жертвы идолам приносят их кому бесам но я не хочу чтобы вы были в общении с бесами говорит нам апостол павел поэтому можно было бы себе позволить эту вольность по крайней мере перевести это так какое устройство совместное одного храма когда в этом храме живет дух божий и как в этом же храме может устраивать его еще и без это нереально это невозможно там нет никакого согласия и это было бы однозначно разделенное царство когда мы приняли иисуса как господа иисус вошел в наше сердце чтобы жить в нас иисус сказал такие слова и она 14 23 кто любит меня тот возлюблен тот соблюдет слово мое и отец мой возлюбит его и мы придем к нему оба и обитель у него сотворим то есть мы устроим из его тела храм для бога в другом месте мы читаем что иисус есть свет который просвещает всякого человека он сам о себе сказал что я свет мира и в писании сказано бог есть свет и нет в нем никакой тьмы тьма и свет не могут одновременно находиться вместе в одном месте другое место которое нам показывает очищение храма мы видим что иисус своею кровью очищает храм свой точно так же как первосвященники очищали храм ветхозаветний так иисус новозаветний священник первосвященник своей собственной кровью очищает храм это написано евреям в 9 главе с 23 стиха да и все почти по закону очищается кровью и без пролития крови не бывает прощения итак образы небесного то есть земной храм земное святилище должны были очищаться сими самое же небесное лучшими сих жертвами то есть образы небесного земное святилище должно было очищаться кровью овец там козлов и так далее но образы небесные извините самое небесное должно было очищаться чем-то другим ибо христос вошел не в рукотворенное святилище не земное другими словами не в земной просто храм по образу истинного устроен но в самое небо чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие дорогие мои здесь несколько важных мыслей которые нам нужно учитывать храм Божий освящался кровью очищалось все посредством крови и точно так же нам пишет здесь апостол что небесное святилище должно было очиститься вопрос от чего или может быть от кого где там беззаконие на небе где там грех на небе от чего нужно небесный храм небесное святилище очищать и мы приходим просто в тупик я вам дам одно пояснение и вполне возможно это и есть о чем идет речь речь христос сказал перед вознесением своим мне дана вся власть на небе и на земле и теперь мы читаем в откровении двенадцать семь тринадцать это более обширный отрезок но мы его прочитаем просто чтобы понимать что произошло и вполне возможно мы сможем даже определить исторический момент когда это произошло я знаю что в богословии есть очень много мнений по этому тексту но я вам скажу мою трактовку этого текста и вполне возможно нам что-то уяснится написано в откровении двенадцатой главе произошла на небе война Михаил и ангелы его воевали против дракона то есть сатаны и дракон и ангелы его воевали против них но не устояли и не нашлось уже для них чего место где на небе интересная мысль им не нашлось место на небе и низвержен был великий дракон древний змей называемый дьяволом и сатаною обольщающий всю вселенную низвержен на землю там ему больше нет места и ангелы его низвержены с ним куда? на землю и услышал я громкий голос говорящий на небе ныне настало спасение и сила и царство бога нашего и дальше три слова власть Христа его подождите когда настала власть помазанника божьего в тот момент когда был низвержен сатана с неба но Христос говорит о том что ему дана вся власть после своего воскресения из мертвых так у меня встает один простой вопрос есть есть ли в истории человечества еще более знаменательная дата чем жертва Христа его пролитая кровь его смерть на Голгофе его воскресение из мертвых будет ли в истории еще какая-нибудь дата более важная когда сатана будет низвержен на землю ему не будет больше места на небе для меня такого исторического события не намечается больше оно было Голгофа кровь Христа воскресение из мертвых поражение сатаны о чем говорят все апостолы что теперь Христу дана вся власть что перед ним поклонится все небесное земное и преисподние духи зла и дальше написано что они люди победили его кровью агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти и так веселитесь небеса сатана низвергнут обитающие на них горе живущим на земле и на море потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости зная что немного ему остается времени когда дракон увидел что низвержен на землю начал преследовать жену которая родила младенца мужеского пола интересно когда мы контекст 12 главы откровения читаем то мы тоже видим одну деталь которая не так бросается в глаза что когда младенец которого родила жена был вознесен на небо на небе то есть Христос победивший сатану на Голгофском кресте своею жертвою воскресший из мертвых и вознесшись на небо пришел со своей кровью в небесный храм в присутствии Бога и на основании евреям он очистил присутствие Бога во все небо значит нет там больше места сатане потому что за грех заплачено кровь пролита Иоанна 12 глава с 30 стиха это перед самой смертью Иисус говорит это последняя Пасха которую он провел в Иерусалиме в 13 главе Иоанна мы уже читаем что он с учениками собрался есть Пасху смотрите что он говорит с 30 стиха ныне суд миру всему ныне князь мира сего изгнан будет вон и когда я вознесен буду от земли всех привлеку к себе интересная мысль я открою вам небо я привлеку всех вас к себе почему потому что небесный храм очищен сатане там больше нет места суд мира сему князь мира сего изгнан он будет вон другое подобное место Луки 10 глава 18 стиха ученики пришли обратно они изгоняли бесов исцеляли больных они говорят господи бесы повинуются нам о имени твоем он же сказал им я видел сатану спадшего с неба как мол вполне возможно и этот стих подтверждает эту же самую мысль что в небесном святилище в присутствии бога то что раньше имел право делать сатана если он если когда он приходил в присутствии бога и говорил на людей зло как на его допустим то сейчас он не имеет права на это больше ему там больше нет места храм божий свят очищен и теперь теперь мы переносим эту аналогию небесного святилища на наш земной храм сатана дорогие мои это собственность бога здесь на земле он все еще князь мира сего сатана но в этом мире у бога есть собственность и это мы с вами наши тела которые куплены как сатана не имеет места в присутствии божьем больше он свергнут с неба и он великой ярости здесь на земле так он не имеет никакого места в нашем теле потому что оно храм божий оно освящено кровью его поэтому написано кто разорит храм божий того покарает бог ибо храм божий свят этот храм вы и и поэтому ничто не чистое не может войти в храм божий даже в ветхом завете нам написано что священник себя готовил и заходил в храм божий особенно во святое святых только с кровью тельцов овнов и так далее он приносил жертвы он очищал себя он за народ приносил жертву священник наказывался смертью за нарушение святости и мы имеем несколько примеров в священном писании так же и с нами дорогие мои если мы храм божий наши тела храм божий то мы можем с уверенностью сказать храм божий свят и ничто не чистое и никакой не чистый дух не может присутствовать там если там присутствует сам владыка неба который нас искупил и чьей собственностью мы стали другой аргумент который приводят богослову так скажем служение освобождения что демоны могут пребывать в душе мол не в духе но в душе человека и опять же писание нигде не говорит об этом более того нет никакого фундаментального различия в библии между душой и духом более того они очень часто используются взаимозаменяемо поэтому аргумент библейский абсолютно не обоснован и даже если бы это как-то отличалось друг от друга мы точно не знаем где душа где дух вот мы знаем что тем не менее сатане пришлось бы или демону пришлось бы жить в теле человека и мы только что исключили это сказав что это невозможно демонические силы работают в согласии с нашей плотью с этим мы полностью согласны и служат для усугубления ее желаний и в попытке спровоцировать нас на грех они работают с нашими слабостями через наши слабости искушая нас но это демонический соблазн или угнетение а не демоническое владение человеком это нападение со стороны здесь верующий хорошо вооружен и мы будем говорить о всеоружии Божьем которое Бог нам говорит нужно взять чтобы противостать против всех этих демонических сил способ преодоления темноты очень простой включить свет и тьма уходит путь преодолению дьявола это противостоять ему твердой веры и он убежит от вас мы сопротивляемся ему держась главы Иисуса Христа потому что больше тот который в вас чем тот который в мире одержимость и влияние если вы встретите одержимого человека по-настоящему одержимого в котором живет бес вы это увидите и я вам хочу сказать можете даже не молиться о том чтобы их увидеть а если вы помолитесь может Господь вам даст а вам неприятно станет это это не то же самое что человек в церкви живет молится но у него есть какие-то слабости и он скажем в каком-то грехе даже пребывает или хромает или не может выйти из какого-то греха гордости зависти непрощения и так далее это не то же самое если вы увидите бесноватого человека но я вам даю гарантию это почувствуйте вы это поймете что это что-то не то вы увидите что какая-то личность живет внутри потому что поведение всех бесноватых о которых идет речь в библии она говорила о том что демоны владеют человеком одержимость означает что демон имеет полный контроль примеры этого можно найти в матфея допустим семнадцатая глава когда они пришли к народу подошел к нему человек и преклоняяя пред ним колени сказал господи помилуй сына моего он в новолуние беснуется и тяжко страдает ибо часто бросает бросается в огонь и часто в воду то есть сегодня может быть ему бы поставили какой-то диагноз что он психически нездоров но мы зная писание могли бы увидеть человек бесноватый марка 5 5 когда речь идет о бесноватом о нем написано что он всегда ночью и днем в горах и гробах кричал и бился о камне мы видим что бес снова в нем что-то конкретное делает ни один человек не хочет просто так причинять себе боль но бесноватость привела его к этому Луки 8 глава 27 стиха когда же вышел он на берег встретил его один человек из города одержимый бесами с давнего времени и в одежду не одевавшийся то есть он был голым и живший не в доме а в гробах то есть там где погребали людей мертвых он увидев Иисуса вскричал пал пред ним и громкий голос и громким голосом сказал что тебе до меня Иисус Сын Бога Всевышнего умоляю тебя не мучь меня ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из его человека потому что он долгое время мучил его так что его связывали цепями и узами сберегая его то есть чтобы он себя не поранил но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне и так характеристика я думаю она очевидна демон управляет контролирует полностью человеком влияние демонов сильно отличается от бесноватости если человек угничен демоном этот демон воздействует на человека извне соблазняя ко греху в библии нет инструкции или команд чтобы изгонять демонов из верующего человека нет ни одного единственного места вместо этому верующим поручено противостать сатане твердую веру и он убежит апостол петр пишет первое послание пятая глава с восьмого стиха трезвитесь бодрствуйте потому что противник ваш дьявол ходит как рыкающий лев ища кого поглотить противостойте ему твердую верою зная что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире итак несколько богословских истин или доктрин которым противоречит все служение направленное на освобождение верующего от демонической зависимости прежде всего она отрицает власть Христа уча что он не может защитить своих собственных детей хотя он сам сказал что дана мне вся власть на небе и на земле он отнял силу на часть и властей властно подверг их позору восторжествовав над ними собою колоссянам 2 глава мы сегодня читали дорогие мои если демон в любой момент может зайти когда ты кому-то не простил когда ты в гневе или когда ты в страхе то где же власть Христа защитить своих детей она отрицает достаточного достаточность возрождения принятия Духа Святого написано кто во Христе тот новая тварь древне прошло теперь все новое если недостаточно принять Духа Святого в свою жизнь в свое сердце впустить его в свое тело то что еще нужно с грехом мы будем бороться всю жизнь и об этом говорит нам писание она игнорирует места писания в которых говорится о том что дьявол не может больше касаться верующего рожденный от Бога хранить себе написанное лукавый не прикасается к нему 1 Иоанна 5 18 лукавый не прикасается к нему плюс она умоляет жертву Христа мы были приобретены и искуплены через жертву Христа и больше не принадлежим себе мы собственность Бога он владеет нами сатана не имеет никакого права на нас почему потому что Христос умер не просто за прошлые грехи а за все грехи которые я когда-либо делал или буду делать они покрыты кровью его и поэтому сатана не имеет никаких претензий больше к верующему человеку она определяет также небиблейскую практику борьбы с грехом мы призваны предать смерти грехи совлечься с светлого человека мы призваны прославлять Бога нашими телами как жертвоприношениями помните что Христос и его истина освобождает как написано Иоанна восьмой главе а не изгнание бесов из тела интересно что некоторые души попечители даже работая с бесноватыми людьми которые поистине имеют себе в своем теле беса они работают с ними не выходя на конфронтацию а просто освобождая человека через истину писания и когда человек истину писания принимает то он получает полную свободу дорогие мои но с верующего человека не нужно никого изгонять потому что он познал истину познал Сына Божьего и Сын Божий его уже освободил также происходит смещение вины смещается вина за грех наркоманию другие проблемы на демонов которые как будто бы живут в моем теле это нездоровый небиблейский способ борьбы с грехом вместо этого верующие призваны покаяться и отдаться Богу а не позволять какому-то служению освобождения освобождать их от демонов наша греховность исходит из сердца нашей плоти так говорит писание и в других местах мы призваны распять плотские желания и считать их мертвыми жить в силе святого духа поэтому очень важно понимать то что Яков говорит что каждый человек искушается увлекаясь и обольщаясь собственную похотью то есть твои проблемы с грехами которые у тебя есть это твой внутренний импульс зла который у тебя есть следствие грехопадения также об этом в прошлый раз утверждается небиблейский взгляд на суверенитет Бога как в примере с Иовом искажение или искаженное богословие святого духа служение освобождения утверждает иллюзию того что сатана имеет большую власть над искупленными как только они согрешат чем сам Бог у Бога есть все средства чтобы решить проблему греха в нас учить что святой дух может разделять один и тот же храм вместе с демонами несомненно является опасным и приближается к богохульству Иоанна 8.48 написано это иудеи отвечали и сказали ему не правду ли мы говорим что ты самарянин и что бес в тебе Иисус отвечал очень просто и конкретно во мне беса нет послушайте он говорит во мне беса нет и дальше он объясняет почему я чту отца моего а вы бесчистите меня я бы хотел чтобы каждый верующий в Иисуса который поверил что он в нем Иисус в нас мог с уверенностью сказать дорогие мои служителя служение освобождения во мне беса нет потому что я чту отца моего и если я упал в грех я встану снова и кровь Христа очищает меня от всякого греха но изгонять из меня беса не нужно потому что его там нет во мне живет Христос это служение приводит к опасной озабоченности демоническим к очень опасной озабоченности бог призывает верующих быть озабоченным им а не бесам это служение говорит не только должен выявить какой бес что делает в жизни этого человека ты должен его идентифицировать и как только ты его идентифицировать тогда ты его должен изгнать и люди тратят не один день а годы на то чтобы изгонять из себя без абсолютно не библейская практика также она способствует развитию паранойи а не мира и безопасности дети вы от Бога и победили их потому что тот кто вас больше того кто в мире хватит бояться что кто-то может внедриться в ваше тело тот кто тот кто вас больше того кто царствует в мире всем поэтому писание нам говорит по вере все христиане избавлены от царства тьмы Павел уваживает чтобы все мы поступали достойно Бога во всем угождая Ему принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога укрепляя всякую силою по могуществу славы Его благодаря Бога и Отца призвавшего нас к участию в наследии святых во свете избавившего нас от власти тьмы да мы были под властью тьмы но Он избавил нас и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов дорогие мои искупление крови Его и прощение грехов если мы это пережили то она дает нам следующее первое избавление от власти тьмы второе она вводит нас в царство Сына Божьего Он царствует в нас а мы уже находимся в определенном смысле в его царстве даже когда Иисус пришел на землю Он своим ученикам дал власть и мы говорили о том что ученики возвратившись с радостью говорили Господи бесы повинуются нам о имне Твоем Он сказал им я видел сатану спадшего с неба как молнию все даю вам власть наступать не бояться а наступать на змеи скорпионов на всю силу вражью и ничто не повредит вам однако тому не радуйтесь что духи вам повинуетесь но радуйтесь тому что имена ваши написаны на небесах нет причины для страха и переживания также дорогие мои присутствие Духа Святого в нашем теле означает что верующие запечатлены Богом как его имущество и хранятся до дня пришествия и вся нам первая глава с 13 стиха в нем и вы услышав слово истины благовествования вашего спасения и уверовав в него запечатлены обетованным Святым Духом который есть залог наследия вашего для искупления удела его Бог дает нам залог арабон первый взнос даун пеймент обещание депозит гарантию дав нам Духа Святого что мы наследуем жизнь вечную поэтому имея Духа Святого мы можем быть спокойны Бог дал нам это как гарантию что мы будем спасены хотя верующий находится в духовной войне и поэтому по-прежнему подвержен влиянию и нападению сатаны его статус искупленного устанавливает определенные пределы и границы по отношению того что силы тьмы смогут сделать поэтому еще раз место из 1 Иоанна 5.18 рожденный от Бога хранить себя и лукавый не прикасается к нему другое место ни один злой ангел ни один дух ни сила не может нас отлучить от любви ибо я уверен что ни смерть ни жизнь ни ангела ни начало ни сила ни настоящее ни будущее ни высота ни глубина ни другая какая тварь не может отстранить отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем это нереально чтобы бес мог это сделать если мы возрождены и любим Бога другая мысль которую часто используют что сатана имел право по крайней мере раньше приближаться к святому Богу и если Бог может жить со злом в нас то есть греховной натурой нашей греховной плоти то почему он не может ужиться с демоном в одном теле аргумент хотя не библейский но тем не менее мы видим что у Бога совершенно другое отношение к искупленным которые все еще грешат чем у него отношение к его врагам демонам и сатане Бог стоит в другом отношении к бесам чем к верующим он судья сатаны и демонов и спаситель верующих демоны враги Бога верующий несмотря на свою греховную природу являются его слугами и друзьями Бог будет жить со своим народом но никак не может позволить сатанья жить с ним в одном теле что же происходит когда люди говорят ну вели мы согласны с этим но мне это помогло вот я все сделал я пошел на это служение освобождение я был там и из меня изгнали наверное пять или шесть демонов и я теперь поистине свободен ну слава Иисусу если вы поистине свободны теперь после изгнания всех демонов из вас христиане которые верят в освобождение от одержимости могут пережить определенную свободу не потому что из них кого-то или что-то изгнали а потому что они доверялись Иисусу дорогие мои нас освобождает вера в свободу а не изгнание демона из нашего тела поэтому как я говорил в одном месте мы используем две модели веру в истину веру свободу и отказ от оккультных грехов и то и то приводит человека к свободе если человек говорит что это работает мне стало легче я на себе испробовал значит это правда да дорогие мои здесь мы снова видим попытку наш субъективный опыт как-то поставить выше того что говорит Писание и интерпретировать Писание нашим опытом учение о том что христиане могут быть демонизированы обращает наше внимание от бога к сатане это может внушить страх как я уже говорил верующим где он или она должны испытывать уверенность во христе и так как мы определенные вещи переживаем то самая большая опасность этого в том и заключается что определяется истина непосредством того что мы читаем в Библии а посредством того что я пережил как мы видели выше те кто учат что христиане могут быть одержимые демонами помещают свой опыт в высшее учение Писания и отрицают достаточно Писания или достаточность Писания в процессе определения истины дорогие мои как только Церковь позволит субъективному опыту заменить объективное учение Писания в одном каком-то вопросе будет создан прецедент для будущих проблем мы не можем это допустить даже если ты пережил какую-то свободу твой личный опыт никак не доказывает истинность этого учения вот что мы должны понять потому что как мы уже говорили свободу мы получаем по вере по вере в истину таким образом унижается свидетельство Писания а субъективный опыт становится мерилом истинности учения и это приводит к эпидемии суеверия и к догматическому болоту будьте осторожны так не поступать также я сказал что мы обратимся по крайней мере кратко это очень серьезная тема и я думаю что мы не сможем осветить ее полностью но по крайней мере мы обратимся к так называемым территориальным духам ведь в духовной войне многих церквей эта практика она существует вот люди изгоняют духов допустим из городов из определенных областей даже из стран вот куда они все потом деваются я не знаю эти духи которые изгнаны вот в Библии есть определенные определенные места которые дают нам право считать что есть территориальные духи но опять же духовная война с ними которую мы сегодня видим она ничего общего с Библией не имеет мы не находим апостолов или учеников обращающихся к невидимым территориальным духом ни разу нигде то есть к духам которые не живут в теле человека нам как мы уже говорили обещана победа над дьяволом в Якова 4.7 если мы будем сопротивляться ему в более широком контексте Якова ясно что сопротивление предполагает подчинение себя Богу приближение к Нему серьезное отношение к покаянию и смирению себя в присутствии Господа вот что Яков пишет в 4 главе прелюбодеи прелюбодейцы не знаете ли что дружба с миром есть вражда против Бога кто хочет быть другом миру тот становится врагом Богу или вы думаете что напрасно говорит Писание до ревности любит дух живущий в нас но тем большую дает благодать посему и сказано Бог гордым противится смиренным дает благодать и так покоритесь Богу противостаньте дьяволу и убежит от вас приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам очистите руки грешники исправьте сердца двоедушные разделенные сокрушайтесь плачьте рыдайте смех ваш да обратиться в плач и радость в печаль смиритесь пред Господом и он несет вас вот она духовная война христианина делай это почаще вместо того чтобы обращаться каким-то территориальным духом духовная война не состоит в обращении к дьяволу а в обращении к Богу в молитве и это основное различие дело не в том чтобы утверждать собственную власть и использовать имя Христа над демонами а скорее стоять твердо и неумолимо в своей вере и послушании Богу сатана будет связан дорогие мои но не мною он будет связан Христом когда когда Христос придет снова на эту землю во время второго пришествия так и написано что он будет скован цепями на тысячу лет краткое время освобожден и снова брошен в озеро Огненное исходя из идеи о том что конкретные демоны несут ответственность за угнетение отдельных лиц в доктрине территориальных духов утверждается что демоны также находятся над географическими районами есть демоны над национальными этническими или племенными границами есть демоны над религиозными учениями и все это в принципе мы могли бы даже оправдать Писание но в учении или служении освобождения говорится христианам необходимо идентифицировать этих духов и изгнать их принятие такой доктрины может оказать глубокое влияние на евангельскую практику и стратегию миссии дорогие мои один пример одного человека я не знаю его имени вот что он пишет я впервые столкнулся с идеей территориальных духов когда некоторые благонамеренные христиане собрались на еженедельные молитвенные собрания чтобы связать сатану в районе залива Сан-Франциско и принести благочестие в общественную жизнь посредством духовной войны и он говорит про себя он тоже был обеспокоен ростом нехристианского влияния на регион эта группа встречалась чтобы установить благочестие в школьных системах региональной политике средствах массовой информации и выдворить дух гомосексуализма из Сан-Франциско и вы знаете многие считают Сан-Франциско столицей гомосексуализма я предполагал что цель служения была или будет ходатайственная молитва но целый час был потрачен на то чтобы изгонять сатану из всех вышеперечисленных областей обратившись к нему напрямую и связывая его в устной форме как например я связываю тебя с сатана чтобы ты больше нашим политикам не мешал я связываю тебя с сатана чтобы у нас больше не было гомосексуализма я изгоняю тебя из области Сан-Франциско меня поразила мысль эта группа тратит больше времени на беседу с сатаной чем с Богом ведь это было молитвное служение разумеется демоническое влияние и участвует в выборе греха и если человек неоднократно выбирает грех он становится рабом сатаны но это не то же самое что сказать что некоторое поведение это работа определенных духов мы становимся рабами греха выбирая грех и мы становимся свободными от греха когда по милости Божией мы выбираем послушание ему итак библейские доказательства в пользу того что есть так называемые территориальные духи сам сатана назван князем мира всего он князь господствующий в воздухе написано он бог века всего низвержен был великий дракон древний змей называемый дьяволом сатаной обольщавший всю вселенную низвержен на землю да это его территория место или территория обитания сатаны и его ангелов это земля и атмосфера вокруг земли очень серьезный аргумент в пользу оригинальных духов можно найти у Даниила 10 глава с 12 стиха он сказал мне посланник от бога не бойся Даниил с первого дня как ты расположил сердце твое чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред богом твоим слова твои услышаны и я пришел бы по словам твоим но князь царство персидского стоял против меня двадцать один день но вот Михаил один из первых князей пришел помочь мне и дальше речь идет о том что он освободил меня я смог прийти к тебе и сейчас возвращаюсь на эту битву там речь идет о князе народа израильского Михаил о князе персидского и о князе царя греческого то есть ясно что речь идет об определенных территориальных духах или бесах поэтому многие понимают принца Персии как демона над персидским народом расой и землей интересный случай также привязанности к географическому положению находится в легионе бесов которых Иисус изгоняет они просят Иисуса не отправлять их с этого места и много просили его чтобы не высылал их вон из страны той в параллельном месте написано они просили Иисуса чтобы не повелел им идти в бездну не просто куда-то изгонять а Иисус видимо повелел им идти в бездну и они просили оставь нас здесь прославленный Господь назвал пергамон местом где престол сатаны то есть здесь царствует сам сатана поэтому вера в территориальных духов не должна считаться ложной на основании Писания как например Евангелие здоровья или благосостояния это ложная Евангелие Библия действительно показывает что Иисус и Павел устно изгоняют демонов которые физически обладали людьми каждый из этих людей был освобожден и как и Гадаринский бесноватый оказался в здравом уме после изгнания важно отметить однако что ни Иисус ни ученики нигде никогда устно не связывали демонов территориальных или национальных или этнических или поведенческих или демонов поколения нигде в Писании нет такой практики мне один человек сказал что он связывает демона лжи в одной семье рассказал мне про эту семью и я спросил его как долго ты уже связываешь демона лжи в этой семье ну и по истории которую человек мне рассказал я понял что уже более 20 лет и насколько успешно ты его связал и опять же по истории которую он мне рассказал абсолютно безуспешно вопрос если его нужно вязать 20 лет может может предоставить это дух святому может лучше обратиться тогда к Богу чтобы он его связал чем мне повелевать ему и связывать его своими устами а он никак не связывается и никак не уходит и все еще пребывает в этой же семье дорогие мои да Господь имеет силу и власть что-то связывать и он и свяжет свое время самого сатану место которое цитируется очень часто написано что свяжете на земле то будет связано на небе итак дорогие братья и сестры давайте мы назначим служение чтобы связать всех демонов над Кензас Сити потому что то что мы здесь определим с вами то будет определено на небе то что мы здесь сделаем то делается на небе и в Кензас Сити будет пробуждение когда мы свяжем всех демонов Матфея 18 главе Иисус говорит о определенных людях он говорит даю вам власть связывать что вы свяжете на земле то будет связано на небе здесь к сожалению речь не идет о духовной войне как бы мы не хотели этого вот что написано если же согрешит против тебя брат твой пойди обличи его между тобой и им одним если послушай тебя приобрел ты брата твоего не послушай возьми с собой еще одного или двух дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово не послушай их скажи церкви а если церкви не послушай тогда будет он тебе как язычник и мытарь истинно говорю вам что вы свяжете на земле речь идет о вашем решении исключить человека из церкви то будет связано на небе здесь речь не идет о том чтобы вязать демонов повелевать им устраниться уйти освободить территорию и что разрешите на земле то будет разрешено на небе истинно так же говорю вам что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле и контекст мы только что прочитали с вами то чего бы не попросили будет им от отца моего потому что я посреди вас говорит Иисус где двое или трое итак что вы делаете согрешившим человеком в церкви я посреди вас и я буду подтверждать это поэтому он говорит то что вы на земле сделаете будет и на небе решено но здесь нет никакой мысли о том что нужно вязать демонов мы будем в следующий раз говорить о духовной войне и о том что господь нам дал о вере нашей о слове божьем о всем вот этом всеоружии божьем но одну мысль я уже сегодня хочу сказать после описания духовной брани христианина Павел подчеркивает важность молитвы поучительно изучить характер этой молитвы он сначала просит молиться в духе о всех случаях со всеми видами молитв и просьб молитвы победа над демонической иерархией иерархии связана с упорством в разговоре с Богом говори с Богом или ты хочешь победить демонические силы затем он следует прося молиться о всех святых молясь друг о друге христиане сражаются с демонами в следующих двух стихах Павел дважды просит молиться о себе потому что он проповедует Евангелие молитва открывает двери до сих пор закрытые молитва это делает почему потому что Бог повелевает демонам уйти позволить Евангелию войти в эту страну в эту область в это село библейские и исторические духовные битвы выиграны если человек живет для Бога разговаривая с ним всерьез в молитве а не просто обращается к сатане два примера когда посланник Бога не мог прийти к Даниилу как вы думаете что Даниил делал он три недели молился и постился он ел но не все написано он три недели молился дорогие мои если вы хотите у вас в духовном мире какую-то битву вы играть битва между Богом и сатаною молись три недели месяц молись будь постоянен в этом должно быть определенное упорство в этом но самое интересное когда Иисус говорит Симоном с Петром он говорит ему следующие слова Симон сатана просил он подошел ко Христу и просил его сеять вас как пшеницу чтобы у вас не было единства в церкви отделить вас друг от друга чтобы легче справиться с вами интересно интересно что Иисус делал когда сатана подошел и попросил сеять учеников как пшеницу он не сказал сатана я из Иерусалима тебя изгоняю и связываю тебя не имеешь никакого права больше прикасаться к моим ученикам нет он сказал Симон я о тебе молился и когда ты покаешься и обратишься утверди братьев твоих Иисус все духовные битвы побеждал в молитве вот она духовная война это библейская духовная война я думаю нам не придется двадцать лет изгонять какого-то духа и он никуда не уходит если мы молимся искренне и серьезно чип ингрэм он рассказывает один пример детали не помню к сожалению но вы можете проверить это он тоже у него семинар есть о духовной войне вот и он там вот в этом семинаре он рассказывает его где-то в одной из стран был миссионер он был выслан насколько я помню вот отсюда соединенных штат он ходил из села в село он проповедовал даже врачом был и вот он помогает людям проповедует евангелие и всегда ходил один у него не было никогда никакой охраны и он просто свою палатку где-то ставил там в лесу где-то вот ночует там и идет дальше следующее село и вот определенная группа людей хочет его убить и они знали где он проходит где он примерно ночует и он говорит он остановился снова на ночь поставил свою палатку снова и лег спать как вчера и третьего дня как он всегда делал и вот эти люди которые хотели его убить подкрались в палатке и вдруг они видят более 20 охранников рядом с палаткой по-моему 26 человек было там и они отступили в страхе и ничего не могли с ним делать миссионер просыпается идет снова проповедовать эти люди его встречают слушают у тебя вчера такая охрана была откуда она у тебя он говорит да не знаю ни о какой охране не было ничего да мы что слепые что ли мы же мы же видели охрану она стояла вокруг твоей палатки не подойти оказывается в это самое время что его хотят убить бог здесь определенному человеку не дает покоя и говорит молись за него и он наверное кому-то текстану по вайберу сообщил кто может прийти срочно на молитвенное собрание у меня нет покоя я должен молиться об этом человеке и пришло 26 человек и когда они молились эти убийцы эта банда увидела 26 охранников это духовная война но она совершается на коленях сатана что-то делает иисус говорит а я молился о тебе Данил не получает откровения но он три недели в молитве и в посте вот она духовная война и ты выиграешь все битвы духовные если научишься молиться Богу пребывать в молитве упорствовать в молитве быть настойчивым в молитве и более подробно мы поговорим об этом в следующий раз когда будем говорить о всеоружии Божьем что нам Господь дал для того чтобы вести эту духовную войну войну с духами зла пусть он прославится мы искуплены дорогие мы омыты кровью его наше тело храм святого духа владыка небо живет в нас он очистил кровью своею и нам нечего бояться что демон какой-то сможет какую-то власть иметь над нами даже если мы согрешим кровь Христа пролита и за этот грех как мы сказали в прошлый раз Господь может допустить какую-то немощь или какую-то болезнь чтобы смирить нас или привести нас к покаянию но никак не может допустить пока живет его дух в нашем теле чтобы демон жил рядом с ним в храме которого он очистил и осветил для себя мы его собственность и в этом наше ликование и наша радость пусть он прославится ему слава за все аминь